всем доброго времени суток уважаемые зрители и сегодня я хотел снять и показать вам обзор вот на такой вот интересный приборчик который называется у нас драк чека для чего он нужен что с помощью его можно сделать я вам сегодня постараюсь это рассказать и сам конечно в этом деле разобраться вот так же мы с помощью этого прибора попробуем затестить вот такой вот шнур про которую я уже снимал видео которые по цене на сегодняшний день является одним может быть и самый дорогой шнур в мире да это у нас брейд от фирмы fishing fighters грубо говоря и мы конечно с помощью этого прибора мы уточним его заявленные характеристики вот ну и что хочется сказать приобрел я этот данный прибор точно в том же месте где и данный шнур в компании миссона я у этих ребят постоянно но не постоянно достаточно стабильно заказываю кое-какие товары с японии ребята реагируют быстро высылают у них можно заказать абсолютно любой рыболовный товар который находится в японии это очень актуально особенно по сегодняшним дням а так как и хотят поменять законы ввести там всего 500 евро до за посылку в месяц я думаю общение с этими ребятами будет еще актуальнее до под видео я оставлю ссылочку на данных людей через которых это все можно будет заказать в преддвериях нового года можно сделать себе неплохие подарки из японии ну и также пользуясь случаем я тоже поздравляю всех рыболов всех зрителей подписчиков моего канала с наступающим новым годом желаю всем в первую очередь крепкого здоровья за годами понимая что здоровье это самое важное но если будет здоровье там и будет соответственно тяга к чему-то да будет есть чему стремиться и конечно денежку можно будет заработать на свою мечту самое главное это здоровье поздравляю вас с таким как бы сказать праздником чуть-чуть накануне да как бы рановато ну я видео последнее время выпускаю очень редко и возможно у меня еще до нового года не будет видео я не успею вас поздравить так ну а видео конечно сейчас будет не быстро и ну давайте будем разбираться с данным прибором прибор этот как мы видим читается драк чека это у нас получается контроллер как бы сказать натяжение ну скажем так измерения до натяжения вот мы видим что такие приборы выпускается у нас в трех вариантах данный прибор у нас с измеряемой шкалой в единицах си до 15 килограмм до видим что есть 5 килограмм 3 килограмма и 1 килограмм это все зависит от того какие вы спиннинги будете применять там лайтовые ультралайтовые соответственно какие шнуры вы тоже будете применять от этого от вашей потребности вам может быть по желанию кому-то пригодится этот прибор прибор этот уже как бы сказать для понимания рыбаков далеко уже не для среднего уровня я считаю это уже нужен тем людям которые действительно уже начинают кубатурить копать и то есть не просто там хихихаха я там взял я там кинул то есть башкой не подумавший то есть это уже нужен прибор для людей которые уже вникает рыбалку более четко с пониманием ситуации текущего момента вот видим что они вот если перевести вот эти надпасти есть японские есть английские мы видим для чего нужен прибор вот если почитать тот видим прибор у нас нужен для измерения сопротивления прибор нужен для измерения прочности узла также этот прибор для нужен для измерения веса вот его прямое его прямое назначение вот так же можно как бы сказать и почитать его как бы общее назначение вот здесь они как бы пишут что как бы сказать прибор должен быть установлен в соответствии с настройкой баланса снасти да это самый важный момент этот как бы сказать прибор может сделать вашу снасть точнее это пишется вот в этом тексте видим да что даже и японцы как бы говорят о том что прибор должен устанавливать устанавливаться с баланс там вашей снасти то есть ближе к катушке то есть мы видим как на рисуночке здесь покажем надо зависимость от измерений даже у японцев есть такое понятие баланс снасти тут по этому поводу много людей рассуждают по-разному когда я делаю обзоры спиннингов нужен этот баланс не нужен этот баланс но даже здесь а прибор для более точности измерений рекомендуется устанавливать ближе к балансу снасти вот такие вот у нас дела также здесь а мы видим вот в этих вот надписях если их перевести ну период у меня непрофессиональный но примерно такой то есть измерение сопротивления может быть ли может быть легко выполнена самостоятельно это вот этот первый текст то есть говорится что прибор очень легко применяется и вы самостоятельно можно абсолютно выполнить все виды измерений год таким будешь и дидашу 10 дальше текст вот таким образом проверка может быть выполнена прямо на рыбалке маней пишут как бы в поле то есть полевых условиях то есть все измерения можно выполнять прямо на рыбалочки также дальше у нас указываться в тексте также это как бы хоть измерение не может быть выполнена прямо после заброса приманки то есть вы запрасываете приманку устанавливаете приборы И таким образом считываете измерения, да, и можете понять, какое усилие приманки, да. То есть, считать эти цифры и примерно понять, то есть, может ли ваша катушка работать с таким усилием приманки, чтобы не убить ее, да. Вот. Дальше у нас вот этот вот текст. Тут они, видите, пишите «Hide Pressing» типа «высокоточное измерение» вам позволит более точно настроить вашу снасть. Вот. Вот данный текст. Ну и дальше мы уже, вот как бы сказать, можно позиционировать. Вот здесь вот они в желтеньком прямоугольнике написано «Как пользоваться прибором». Вот. Здесь у нас пишено для измерения сопротивления. Здесь у нас для измерения прочности узла. Видите? То есть, тут уже все понятно. Переводить я вам зачитывать не буду, потому что время уходит уже достаточно много на мои разговоры. Давайте мы уже что-нибудь с этим сделаем. Так, уважаемые зрители, мы видим, что с прибором есть вот такая вот инструкция. Вот. Здесь, в принципе, все написано, рассказано и на английском, и на японском языке. Вот. Прибор на самом деле достаточно серьезный. Вот. Здесь говорится, вот есть такая таблица, где сказано его погрешности при измерении. Для PAE шнуров, да. Вот данный прибор у нас DC 2015, да. Ну, его видим погрешность. То есть, плюс-минус, да. И на каких-то уже диаметрах по японской таблице шнурах, да. Также тут сказано о температурном коэффициенте, да, что какая у него погрешность идет в зависимости от температуры окружающей среды. Ну, вот, мы видим, показано минус 10 до плюс 60 его использование. Какие погрешности он тоже имеет. Вот. Также здесь вот в рисунке видим, как измерить вес рыбы с помощью данного прибора. Вот. Примерно как-то так. Вот. Также мы можем измерить сопротивление. Вот картиночка такая есть наглядная, видите. Можно, как в инструкции написано, ближе, как бы сказать, к балансу снасти ближе к катушке. Вот одно между первым кольцом и ближе к катушке. А также после тюльпана. Таким образом мы можем даже измерить сопротивление рыбы, которую тачим. И можем более точно настроить фрикцион катушки и измерить, в каких режимах работает фрикцион. Вот. Ну, да ладно. Инструкция инструкции. И я понимаю, что все, наверное, хотят увидеть, как это работает в действии. Ну, а вот как раз, как я и обещал в самом начале, в данный момент мы вот и попробуем посмотреть, соответствует ли данный шнур заявленной разрывной нагрузке. Так как данный прибор нам с таким методом измерения может дать максимальные точные результаты. И тем более безо всякого узла. Ну, а в этом мне, конечно, сейчас помогут вот такие вот стики от фирмы Камиваза. Потому что узлы вязать нельзя, да? И мы наш эксперимент приблизим максимально точным характеристикам. Это специальные стики именно для ПЕ шнуров от фирмы Камиваза. То есть стик, он получается как бы палочка-держатель в переводе на русский. Вот их два. Сейчас между ними мы намотаем шнур, подключим это все к прибору и посмотрим. Так, данная фирма Fishing Fighters у нас заявляет шнур диаметром 0,8, да? Это по-русски 0,145 тысячник, да? Ну, скажем так, 0,145 миллиметра и 18,9 либров. Либров это в переводе на килограммы 8,5 килограмм. Так как данный прибор у нас работает в килограммах, то я эти либры 18,9 перевел в килограммы. Это 8,5 килограмм. Сейчас мы проверим, как супердорогие шнуры отвечают за написанное на упаковке. Я этот шнур уже юзал. Ну, скажем так, вот он у меня на рыболовной катушечке. Я им какое-то время порыбачил. Видим, что цвет шнура из белоснежного превратился вот в такой вот цвет грязного реки, да? Нашей реки Амур. Я им порыбачил. И есть кое-какие, ну, минимальное какое-то впечатление. А так как я шнур наматывал не весь, я вот тут оставил специально для теста для этого прибора чисто вот кусочек неиспользованного шнура. Я думаю, нам этого более чем, уважаемые зрители, достаточно. Я думаю, всем интересно, как это будет выглядеть. Берем один стик, который у нас создан фирмой Камиваза специально для ПАЕ шнуров. Наматываем вот так вот. Раз, 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 раз. Наматываем это теперь на другой стик. Точно так же. Вот. И теперь между этими стиками нам нужно завести вот этот вот приборчик. Заводится он, мы видим, он очень легко и просто. Сейчас мы его сюда заводим. Вот, завели. И теперь нам нужно сделать натяжение стиками и посмотреть, какое значение покажет на разрывной нагрузке данный шнур. Вот. 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 Ну, смотрим. Вот у нас отобразились цифры. Там 6. Ну, одно деление, мы сказали, 250 грамм. Это значит, от 7 килограмм нужно вычесть 250 грамм. Вот. И получается, это у нас 6 килограмм 750 грамм. Вот. Заявлено 8,5 килограмм данного шнура. Вот. То есть, видно, что как бы неточность, то, что написано на упаковке и получаются цифры по факту, у нас получается 1,750 грамм, да? Ну, то есть, больше, чем 1,5 килограмма фирма маленько нас обманула. Вот. Можно сделать таких измерений несколько для более точности. Вот. У прибора мы теперь сбрасываем эту стрелочку, которая оказалась вот таким вращением внешнего диска. И сейчас еще раз мы попробуем. Вот. Вот вся моя конструкция в руках, видим. И мы сейчас опять будем пытаться порвать данный шнур. Вот. Вот. Сейчас мы видим значение у нас на 6,5 килограммах. Ну, то есть, 2 килограмма погрешность от заявленного. Много это или не много? Много или это мало? Уважаемые зрители, это, как бы сказать, вам судить. Вот здесь видно, что на этом результате на втором показала разница 2 килограмма от заявленного. Вот. Это вы уже сами судите. Много или мало. Но, тем не менее, когда шнуры стоят столько денег, может быть вот такая вот. Вот такие вот результаты не совпадающие. Даже вот при таких тестах, безо всяких узловых, на специальных приборах, да, со специальными стиками, да. То есть, вот уже точнее, по сути дела, вот в домашних условиях уже вот, ну, некуда, да, проверить вот разрывную нагрузку шнура. Вот. Ну, да ладно, с этим все понятно. Это я просто, как бы, показал обзор-то идет, как бы, прибор, а не шнура, просто показал одно из направлений применения данного прибора, уважаемые зрители. Также данным прибором я вот могу, вот, для чего именно мне нужен. Я, допустим, вот, рассказывал вам, что на блеснах я, допустим, ставлю титановые разрывные кольца, да. Ну, и чтобы померить, сколько килограмм держит кольца, тоже с помощью этого прибора можно сделать. Вот. Можно взять блесну, завязать узел. Также можно померить и любой узел, сколько держит на данном шнуре килограмм на разрыв узлы, да. Таким образом, для данного типа и диаметра шнура подобрать с помощью этого прибора оптимальные подобранные узлы. Ну, а я, допустим, могу сейчас протестировать. При скольте килограммах у меня титановое разрывное кольцо сбросит тройник с этой блесны. Вот. Для чего это нужно? Потому что все титановые кольца имеют определенную погрешность. Прежде чем их ставить на блюсинку, нужно их, как бы сказать, откалибровать, да. То есть, попробовать их, при какие разрывные нагрузки они будут разрываться, да. Их отсортировать вот именно по этой нагрузке. И потом уже знать, какие шнуры применять, чтобы оборвался не шнур на узле, да. А чтобы именно кольцо вот это титановое сбросило тройник. Давайте для интереса посмотрим, как это будет выглядеть. Вводим шнур. Сбрасываем. Последние показания прибора. Берем за тройник. И сейчас вот мы... Вот так вот, да, чтобы было видно. Посмотрим. Опаньки. Видим, что данное кольцо сбросило, видите, кольцо сбросилось, осталось на блесне и приняло абсолютно тот же самый вид, что и было до этого. Так можно почти до бесконечности. И сейчас мы видим показания прибора, что данное кольцо у нас срабатывает на разрыв на трех килограммах. Значит, чтобы при дальнейшей эксплуатации данного кольца, данной блесенки, мне нужно подбирать шнур, который на узле будет держать больше, чем три килограмма. А лучше где-то с запасом, таким, четыре килограмма. Двадцать пять-тридцать процентов. Назначение прибора, уважаемые зрители, как я вам показывал, может быть абсолютно любое. Также можно повешать, взвешить весь рыбы, если вы ее сможете поднять на шнуре. Можно настроить точно фрикцион катушки. Можно проверить разрывную нагрузку шнура. Ну и много-много-много чего. Прибор для рыболов, конечно, может быть полезным. Вот опять для тех рыболов, которые уже углубляются более, как бы сказать, конкретно в предмет рыбалки, уважаемые зрители. Ну и теперь к концу, чтобы я хотел сказать про эксплуатацию данного шнура, что я им порыбачил. Я вам показывал, что когда проводишь его между ногтей, получается такой пух. Да, в процессе рыбалки этот пух, вот этот вот, который был на шнуре, он оказался на тюльпане. Но потом этот пух слез, исчез, да, и дальше вот сейчас вот шнур кидает, больше вот с него вот никакого этого пуха, пока он новый, да, между ногтей, который пух появлялся, на нем больше не появляется. Шнур кидает достаточно далеко, ну и пока еще точно больше ничего про него не могу сказать. Нужно отрыбачить им еще один сезон, чтобы более четко понимать, что это за такой шнур. Ну и как мы видим, его настоящий диаметр, он получается 0,8 по японской классификации, то есть по-русски это 0,145. По факту он получается в районе 0,18, то есть завышен, да, и его показания разрывной нагрузки тоже завышены. Шнур стоит недешево, вот. Ну, вас я ознакомил с данным прибором, кому эти приборы интересны, да, если кто-то видит в них какой-то смысл, можете их себе купить. А, соответственно, под видео я оставлю ссылочку на компанию Missona, которая занимается доставкой рыболовных товаров из Японии, да, у них вы можете это все посмотреть, заказать и приобрести за минимальные деньги. Ну, мое видео, уважаемые зрители, подходит к концу. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч.